Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным. Сегодня у нас 13 ноября 2018 года. Я попросил Володя, чтобы помог записать. Вопрос стоит о том, что когда я веду тут передачи разной записи, то спрашивают, вот вы говорите, молиться надо семикратно в день. А где это написано? Ну вот я просто могу показать. Вот открываем поисковик библейский. Тут молитвы сразу не найдешь, но мы найдем. Вот называется книга «Псалтырь». Псалтырь, 118-й Псалом, 164-й стих. Это эпиграфа моей жизни стала сейчас. 164-й стих, вот она. Семикратно в день прославляю тебя за суды правды твоей. Не буду прославлять, а прославляю. И не за то, что Бог услышал, дал мне питье и еду в квартиру, а за суды. Тут понятно, суд это ужасно. Осуждает человека, и он многое теряет от этого. Это грозно. Это Майдан, это война, это болезни, это разводы. Ну все то, что нам тяжело, но это расчет за что-то. И как молиться? Семикратно в день. Не один день, а в день, каждый день. Я вот во время собрания спрашиваю, у нас там 12 уже пенсионеров, которые приходили. Поднимите руки, кто молится семикратно в день? Нету. Этот раз подняли, но это стал выпытывать, когда дальше что-то. То оказалось, что и этого нет. А что такое один раз? Я не знаю, есть правила Серафима Саровского, там 10 раз Богородницу или 50 раз. У меня другое правило. Это я молился об этом и увидел, что один раз. Чтобы семь раз молиться, надо знать, что такое один, а потом повторить семь раз. А один раз это три святоя. А что такое три святоя? Ну, Царю Небесную, утешитель души истинной, и живи с Десы, и вся исполняя сокровища благих жизней подателей. Приди и вселись, овны, и очистины от всяких скверно, и спаси блажей, то есть благой, души наши. Святые Божи, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас трижды. И дальше Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети исцели немощи наше имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков, аминь. И очи наши, сущие на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, як он на небеси и на земли. Хлеб наш насущен дашь нам днесь, и остави нам долги наши, якожи и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство и Сила и Слава во веки, аминь. Вот это Три Святоя и Сто Поклонов. Сто Поклонов это четки. Вот десять десяток. Вот маленькие бусинки, видно или нет? Смотри, Володя. Вот так. Внизу здесь крестик. Крестик. Это мне подарили. Подарили. Вот по-другому бывает что-то как-то. Я считаю, имея в этом опыт какой-то, ну ежедневно стараюсь это выполнять, 700 поклонов сделать, поясные. Я после операции, позвоночник, и у меня сильно поврежденный, и две еще грыжи. Если я больше трех раз поклонюсь, он у меня съезжает. И поэтому даже накануне Андрея Крестского я три поклона сделаю, а потом еще где-то три поклона, еще три. А иначе мне не раздеться, не одеться, не с постели, не встать. Ну, операция на позвоночнике, грыжи. Попутно сказать, чтобы понимали, почему я не земный. Я бы земные делал поклоны все. И вот теперь. Семикратно в день прославляю тебя за следы правды твоей. Я закрываю. Показал? Показал. А что такое один? Вот один. Один раз вот помолился я, три святоя, которые я прочитал сейчас, и потом сто поклонов. А что в них говорить, сто поклонов перебирать? А как? Ну, как удобно тебе пальцы, так и держи. Вот я показываю на руке. Вот она обыкновенная. Вот так вот держишь, и все. Ну, это там между пальцами прошло. Ни крестного знамени здесь ничего не слагает. Просто мы молимся. Молимся. Лишнее не надо ничего на себя брать здесь. Вот я сейчас покажу, что такое семикратная молитва. Так. Вот она. Вот семикратно в день прославляю тебя за суды правды твоей. Я прямо показал в поисковике. Ну, у меня так вот принято эти места выделять, которые священописания. И дальше еще эпиграфом взяток к этому 1-й официальностистам 5-17. Не пристанно молитесь. И дальше вот оно, что я считал. Вот теперь смотри. Я буду отмечать Господи помилуй. Вот так. Яко твое есть царство и сила и слава в веки. Аминь. И далее 100 поклонов поясных и резервных по силе и по возможности. Я поясняю. Первые 10 поклонов произносятся четко всегда иметь на 100 бусиных поклонов. Не на 50, не на 30, не на 200. 100. Меня спрашивают это правило. Я его составил. Опытом пришел к этому. Первое. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Сколько молитв? Это Иисусова молитва считается самая важная. Если человек считает ее 100, 200, 300 раз, я считаю это неверие. Воззови-ка мне, я услышу тебя. Это, смотрите. Сыне Божий, помилуй нас. Одна. Одна вот эта вот бусинка. Вот так пальцами, ноготком ее перебирай. Как вязать, тут все написано будет. Второе. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Трижды. Больше нет. Трижды Иисусова молитву больше не надо считать. Я настаиваю на этом. И когда считают, Господи, помилуй, 40 раз, 12 раз. Это нет. Три раза. Почему? В Священном Писании только написано дважды. Господи, мой Господи. Давид говорит. Больше нету. Все остальное от неверия. А как же много-много. Теперь мы заполним молитвой своей, открывая свои желания перед Богом. Господи, я пишу дальше, что слава Тебе, хвала Тебе, наш милосердный Бог Иегова. Ну, православный, разве будет так молиться? Опять бусинку. А воочи. То есть, надеюсь, что было. Услышу молитву нашу. Помилуй и прости меня, грешного. Тайное и явное, в уме, в помышлении, в одни и в ночи, в осенней жизни, великие и малые грехи мои, прости. И соблазн, который я подал ими, где я падал и вставал, Господи. Но благодарю Тебя, что никогда не давал мне отчаиваться в спасении. Слава Тебе. Это помощь Духа Твоего Святого и молитвы святых. Хвала Тебе. Аллилуйя. Молитва трех ступеней, я поясняю. Простительная, я прошу помилуй. Благодарение, благодарю. Третье словословие. Слава, Аллилуйя. Дальше. Благодарю Тебя, Боже, за день, в который даровал мне веру Твою святую. Страх Божий на ожидание суда Божия. Я благодарю, когда мне было, допустим, четыре года. Вот в это время мне Бог это дал. В это время избрание еще ващеве матери. Но вот это осознанно. Дальше. Благодарю за день, в который дал мне Твою святую Библию и указал на толкование святых отцов, как на истину. Это было в 23 года. Если там у меня в три года было четыре, то здесь в 23. И получил я это тех, которые называются пятидесятниками. В доме Еремеевых, Михаила Иоанна, Михаил Александровича и Анна Матвеевна Еремеева. Город Венспес, Латвийская ССР. Улица Карла Розенберга, 18-4. 27 сентября 1962 года. Я сошел на берег, и Бог меня поймал. Бог ловит на том, на чем есть. Нельзя придумать никак. Я любил бабушек. Я не могу объяснить чем. Какая-то жалость была. Они покинутые, сидеть просят. Я имел всегда деньги и никогда старался не проходить. По копейки. Рубль на коплюну подам. Напротив, где я учился, на квартире стоял. И там бабушка выходила с утра и сидела. В любую погоду. А еще, говорит, а йогурт выгнали там дети. И она питалась этим. А мне-то три рубля дали, чтобы я ехал учиться в Барнаулт. Два тридцать за билет. Семьдесят копеек. На семьдесят копеек. Я должен найти квартиру. За квартиру заплатить. Сдать экзамены в институт. Поступить, купить книги, постель. Все это на семьдесят копеек. Вот как нас держали. А почему? Десять ребятишек, отец инвалид войны. Без руки. Без левой руки вот так вот. И как? Никак. Вот он, я сижу перед вами. Десятого июня будет восемьдесят лет. К врачам не обращаюсь. Без наборности. Ни одной таблетки не съел. Значит, и здоровье есть. Да как, тогда что? А все. Помню, в техникуме, когда я из института забрал, когда сдал экзамены там, а там долго, пять лет учиться, брал воду, хозяйке нес. И в это время разговаривает женщина, говорит, куда кто поступил. Одна говорит, а мой поступил в техникум, чтобы скорее начать самостоятельно работать. А потом кончит институт. Я скорее побежал. И сказали, техникум строителей недалеко от нас, от улицы Молодежная в Барнауле. А вон, на проспекте Лейна, почти напротив. А улица тогда была, которая безназванная, там, ну, у Корниловых. Тетя Поля Ивана Фадеевича и Полина. Пелагея, Раста Ивановна. Вот, я в них на квартире жил. И напротив сидела бабушка. И я перебил их подавал. И когда сошел на берег там, то бабушка несет две сумки, и я сразу к ней подскочил, я моряк, после армии. Несу сумки ей. Стал спрашивать, баба, у вас где-нибудь молятся здесь люди? Она говорит, молятся, а вот большой дом стоит здесь. А кто, она не сказала. Это были баптисты. А я их не знал, не видал никогда. Первый раз увидал. Вот запомнилось только одно. У дверей у них. Потом я увидел это. Приходил еще раз. Что когда начинают молитвы перед собранием, дежурный там, в притворе, закрывает дверь и никого не запускает. Вот как у нас, точно так. Я оттуда взял. Почему? Там молятся. Нельзя ходить. Семь минут молчания. Я это откуда брал? Я не все свое это имел. Вот это вот я брал, ну что, сто. Какие молитвы? Да, это я тут маленько сам дал. А остальное это все от кого-то. Как Андрей Кураев говорит, Игнатия обвиняют. А что он сказал свое-то? У него книги мои все есть. Он говорит, поднял пласты забытого нами. Забытая наша, наша. О мощях, обо всем. И вот здесь меня Господь поймал. Что я любил бабушек, значит, на этом. И когда Библию стали читать, я что-то не поверил. Он говорит, как это может быть? Я занимался языками в это время. В дневнике записи делал на семи языках. Мне интересно это было? Я самостоятельно занимался. И вот на этом меня Господь поймал. Вторая глава Деяния Апостолов. Первый стих. А заговорили вдруг. Я верю всему, а этому не верю. Как так? Вот за три месяца я научился говорить. За три месяца я уже разговариваю с людьми. А здесь сразу. Так это труд какой был. Я помню, как испанским языком занимался. Греческим. Французским, одоленном. Немецким, английским, латышским. Как это трудно. У меня в голове как пожар. Я занимаюсь, считаю газеты, стараюсь с людьми встретиться. А здесь раз и заговорили. А дядя Миша и говорит. Ну ты одно не веришь. Вырвем тогда эту страницу. А я не верю в другое. Вторую страницу выделим. Вот так. Бодрствуйте. Что нужно? Бодрствование. И вот теперь мы видим. Из этого бодрствования что получилось. Я сказал верю. Склонитесь молиться. Я говорю. Прости. Чего тебе не хватает? Я думаю, что здоровье есть. Деньги есть. Я молод. Все у меня есть. И учусь в мореходном училище еще. И подумал. У меня нет веры. Это первый раз в жизни я складился на колени. Не поклон сделал, а встал и стою на коленях. И в первый раз открыл уста просить чего я хочу. А до этого я, Богородица Дева, радуйся. Молитва. Достойная всякого истину. Блажите тебя. Я читал. Молился. Ходил в храмы. Ничего не зная. Но любил Бога. Вот. Это первая десятка. Вот. Показы 10. Вторая, следующие 10 поклонов и так далее. Вторая. Я беру на молитву и читаю. Пресвятая Госпожа Богородица, Пресна Дева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас с молитвами твоими святыми. То есть растягиваю на 10. То есть и говорю я, или чаще кланяю сильнее. Следующие 10 поклонов. Матерь Божия, благодарю тебя, покроем афором любви твоей. В скорбях, печалях, в тесных обстоятельствах ты помогала мне от позора, поношения, посрамления, отступничества и измены спасала. Хвала Господу нашему Богу за ходатайство Девы Марии за род человеческий. Дивная заступница наша Дева Мария. Все, это я в десятку вторую вкладываюсь. То есть просьба не повторяется. Я везде говорю один раз. Только Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня греша, не больше трех раз. Даже два раза надо только, не больше. Так, вторая десятка кончилась. Третья десятка. Ангелу. Ангел Христов, Хранитель мой святой, моли Бога мне грешен, нашим поклон. Добрый мой ангел, благодарю тебя. Столько лет ты защищал меня от невидимых злобных духов, которые могли погубить бы сразу. Без покаяния не отпусти из жизни. И в транспорте всюду ты хранил меня. Благодарю тебя, ангел. И в смертный час не покинь. И на мытарствах проведи душу мою. И веди в царство небесное навеки. Это третье. Вот у меня вспоминается тут два Бога, как Максим Горький писал. Дедушкин Бог. А то строго, ни одной буквы никуда. Он говорит, потом я ходил в Иудейскую синагогу, понял он, как старый иудей, фарисей молился. А бабушка молилась. Добрый мой, миленький Господи. Да миленький ты мой батюшка. Да ты меня там сохранил. Да мужа обрати. Да дети неверующие. То есть она по-своему говорила. А дед? Еретичка. У него ничего больше не было. Два Бога. Вот у меня бабушкин Бог. И от дедушкиного много. Много он говорит, от них она имеет. И от Тавакума много есть. Обо мне написал стихотворение Рогов. И в смертный час. Четвертое. Яну Крестителю. Четвертое. Я начинаю четвертую перебирать по одной. Иоанн Креститель. Притеча Христов. Моли Бога о нас. Иоанн Креститель. Научи нас жить в бедности и быть благочестивым, довольным. Довольствиться питанием и одеждой. Искать прежде всего Царство Божие и правды Его. И не бояться начальствующих и правителей грозных. Не участвовать в бесплодных делах тьмы, но и обречать. И устоять в верности Богу. Господи, услыши наши молитвы и те, кто молится о нас. Коснись сердец патриарха, митрополитов, епископов, священников и дьяконов. Тех, кто являются служителями Твоими. Господи Божий наш. Ты можешь что-то добавлять. Ну, это десятка. А ну, Крестителю. Мужчина смолился. Он молился. Он в пустыне. Дальше. Пятое. Святитель Христов Никола. Мирликийский чудотворец. Образ кротости и воздержания. Добрый архипастор. Моли Бога о нас. Господи. Слава Тебе за святителя Господя Николу. Скорый помощник в деле. Благодарю Тебя, ибо Ты слышишь молитвы о людях и о животных. Господи Божий наш, слава Тебе. Хвала Тебе, милосердный. Спаси нас, Господи, и помилуй. Аллилуйя. Это моя хвалебная песня всегда радостная. Я днем, вот каждый день, вот дни подряд могу показать целое это. Раз помолился, щеркнул. Семь или не семь. У меня получается по восемь. Но я же пенсионер. Иногда восемнадцать раз за день. Это тысяча восемьсот поклонов. Я просто перед Богом это все. Перед Богом. Люди спрашивают, а и тут нечего. Шестое это святые пророки. Вот я их перечисляю. Илья Елисей. Енох Моисей. Самуил Аарон. Иов Авель. Ной Иосиф. Патриархи. Ездра Неемия. Амос Наум. Исаия Иеремия. Варух Иезекиир. Осия Иаиль. Агей Сапония. Захария Малахия. Давид Нафан. Даниил Отреки. Пророк Михей. Молите Бога о нас. Сколько? Илья. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Допустим, выбросим. Так. Иов выбросим. Пять. Авеля выбросим. Он пророк тоже. Ной тоже пророк. Ну, допустим, выбросим. Патриархи выбросим. Пять. А теперь Ездра. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Одиннадцать. Двенадцать. Тринадцать. Четырнадцать. Пятнадцать. Шестнадцать. Семнадцать. Восемнадцать. Девятнадцать. Двадцать. Двадцать один. Двадцать два. Двадцать три. Двадцать три. 23, я не случайно говорю, 23, так я еще упустил кого? Аарона, Авеля, это все пророки были, Иов там пророчествовал, Ной, Иосиф протерярхами, я все это упустил. Сколько сказал 23? Потом мы увидим это сгодится. То есть до 30. Господи, слава Тебе за Святую Библию, за дивных пророков, которые, движимые Духом Святым, изрекли, записали и сохранили эти слова для нас. Исполни Духом Твоим Святым церковь Твою, дабы день прихода Твоего и нашего отшествия не заставлюсь спящими, но вышли навстречу Тебе с горящими светильниками истинной веры и сосудами, полными илея добрых дел, садя на Духе Святом с любовью. Запомните, что означает илея в сосудах, и как мы должны бороться за то, чтобы он у нас был. Вот я просто хочу увеличить, показать. Не добрые дела, а соделанных в Духе Святом с любовью. Запомните это. Добрые дела и безбожники делают. Разные народности, разные вероисповедания в Духе Святом. И с любовью. Это уже опыт показывает. Седьмое. Седьмая десятка. Святые ангелы, архангелы, херувимы, серафимы. Все небесные силы. Престолу Божию предстоящий. Молите Бога о нас. А какие все? Ну мы это считаем посланниками фесянам. Силы, начальство, власти перечисляют. Вот. И получается, их девять, они говорят. А я считаю, у меня всегда восемь получается. И дальше. И тут же в эту десятку входят святые всехвальные апостолы. Первый Верховный Петр Павел. И святые евангелисты Матфея Марк Лукоян. Одно на всех. Молите Бога о нас. Господи. Уменьши стерца правителей мира. Я их перечисляю. Правителей президента, Владимира, Дмитрия, Дональда, Рамзана, Петра, Александра, Эрдогена, Амана. Это ежедневно. Вот эти имена я произношу. И прошу мира Израилю, России, Украине, Сирии, где идет война. Научи нас ценить мирное время. Приготовь землю к великим и страшным испытаниям, грядущим на весь земной шар. Так. Дай нам еще священника и место для занятий. Определи нашу участь, как тебе угодно. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Восьмое. Святые мученики и мученицы. Я перечисляю их. Игнатий Богоносец, Полихам Смирский, Юстин Философ, Космай Дамиян, Андрей Стратилат и Иерон Мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфимник Амедийский, Георгий Победоносец, Пантелеймон, 40 святых мучеников, Царь Николай, Святое Царское Семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб. Молите Бога о нас. То есть в совокупности я перечисляю 77 имен. За один раз когда. Господи, укрепи сердца наши в Слове Твоем. И малые дети, чтобы верили искренне в Тебя. В гонениях и в искушениях не допусти до принятия антихристовой печати. Печати, то есть начертания. Чтобы в скорби и печали никто не отошел от Тебя. Вот у меня есть люди, которые я вставляю сюда. Вениамина и Анфима, знакомых мне. Родители их совершенно неправильно воспитывают. И прошу, и в разуме родителей, чтобы они правильно воспитывали. Дальше. О святых отцах девятое. Девятое. Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоусов, Афанасий Великий, Крем Сирин, Антоний, Макарий Макарий, Антонико, Макарий Египетский, Макарий Александрийский, Антоний, Феодосий, Корнилий, Ев, Сергий Радовский, Стефан Пермский, Серафим Саровский, Ян Тобольский, Ян Кронштадтский, Ян Шанхайский. Какого перечисляют, старообрядцы их не признают. Кирилла Мефодия признают, митрополиты Иннокентий не признают, Николая Японского не признают. Я Макарий Алтайский, то есть я миссионер, проповедников и переводчиков. Все переводчики священного писания, молите Бога о нас. Вы понимаете, что сколько входит в один раз, а я каждого могу тихо читать. Да помилуйте, спасет Господь нас, да дарует нам жажду исследовать Слово Божие и любовь к Святой Библии. Дальше, десятка, последняя. Святые жены и девы, Фехла Первомученица, Фатина Самарянина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь, София, Наталья и Адриан, Варвара, Екатерина Перепитуя, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прискилла и Акилла, Андроник и Юня, Киприяна Устина, молите Бога о нас. Даруй Господи, послушание и молчание, целомудрие и стыдливость женам и девам. И сохрани их от поруганий и нападений недобрых людей. Хвала Тебе, слава и честь и поклонение, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. И дальше, Божьей милости, будь мне грешным поклон. Создав у меня Господи, помилуй меня. Бесчиславе согрешил Господи, прости меня грешного. И в конце молитвы мы поднимаем руки. Господи, прими нашу молитву в издеянии рук, как жертву вечернюю, благоухание приятное перед престолом благодати. Господи, соедини нашу молитву с молитвами всех святых, молящих Тебе на небе и на земле. Господи, Божий дивный Создатель, услыши и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам. Ты, Сидержитель и Господь, даровавший нам жизнь, услыши нашу молитву о всех, заповедавших нам молиться о них. Спаси их и помилуй. Аллилуйя. Аминь. И после этого стоим, говорим. Говори, Господи, слушает и дослышит раб Твой. И все замирают и слушают. Это один раз. Но вот это последнее, поднимал руку, это не всегда бывает. И на это уходит 7-10 минут. Ну, в зависимости как. Вот сто. Я говорю, это опыт мой. Скажешь, а я буду считать одно. Твое дело. Меня спросили, я ответил. Заметьте, здесь и Библия вся, и пророки, и апостолы, и к ним молитвы, и любовь к Богу. Все высказано здесь. Если это подогревается до 7 раз, что интересно, после вот раз, когда поможешься, 100 поклонов, не хочется разговаривать. Вот удивительное дело. Просто я разговариваю, а внутри чувство такое. Помолиться. Иногда бывает так. Только помолился, проходит полчаса опять на молитву. Уже, я гляжу, уже там 9-10 раз, день такой бывает, свободного времени не будет. Ты можешь молиться 100 раз по 100. Вот так вот. Вот только включение Господи Иисусе. Это как фильм «Остров». Там Петр Мамонов играет. И показывает, он там идет. И все молится. И все, Господи, прости. И уже столько времени прошло. И после войны не верит. Так. Вот я показал, что такое четки. Четко, все. Четко, определенно. Вот так. А теперь берем из интернета. Старообрядческая Лестовка. Что такое Старообрядческая Лестовка? Вот она. Давай сюда. Вот у меня. Мы старообрядцев. Мы были беспоповцы. А Надежда Васильевна у меня, она от священника. У нее деды там расстрелянные были. Священники. Белокринитской иерархии. А мы беспоповцы, кержаки. У нас в Лестовке не было. Я этого не знал. По пальцам считали. По пальцам. И как-то запоминали. А что знали-то? Евангелия не было. Библия слова даже не слышал. Но молились. И что интересно. Вот я сейчас вспоминаю. Я молился своими словами, когда никто не учил и не говорил. Когда было мне пять лет. И была жажда уединиться. Где-то скрыться. Пойду к отцу. Отец пасет на поле. А мать дать мне сумку. На плечо отнести обед отцу. И я иду. Вот мой брат Иоаким. Он моложе мне на пять лет. Тоже так же послали. И он пошел и где-то забрел в пшеницу. А волосы русые. А пшеница выше его. И видимо устал и лег спать. Потерялся. Так его искали там. Сколько времени. Помощник-то. Я иду к отцу на поле. И мне охота лечь. Если дым где-то там, где-то горит что-то. У меня настроение такое. Страшный суд будет. Я не спасусь. Я ложился на землю и слушал, как земля гудит. Как растения питаются. А пять, шесть, семь лет. Какой я был-то? Это я поэтому определяю избрание. Это главное. Если нет избрания, все пустое. Дым. Тысячу лет живи. Тысячу детей на плоде. Как Сарахова говорит. У Бога нет об этом разговора. Нет. В раннем возрасте угодил Богу. Бог берет. И вот лес. Только вот она похожа на это. Вот она такая и есть. Вот эти бабышки тут. Лопастки называют они. Старобрящевская. И вот в ней все зашифровано. У нее не по десяткам. А вот здесь три. Три это там троица. Сейчас мы посмотрим, что. Семнадцать. Тридцать восемь. И вот они. И ты. А считай все время Иисусову молитву. Что там заложено, он не думает в это время совершенно. И при том, я еще никого не встретил. Кто бы мог объяснить. Они делают, допустим, что закладывают. Он знает. Они знают, что в этом тайна какая-то. И вот какая тайна. Смотрите. Вот тут надо прочитать. Четки. Лестка внешне напоминает гибкую лестницу. Символизирует старобрящей традиции. Лестницу духовного восхождения с земли на небо. А вот они думают только. Каат. На небе думать я спасусь. Это грех. Нам ведут это. И старая брядца нельзя представить без небольшой кожаной лестовки. По их преданию. Я видел этого отца Кирилла. Ребенка подносили. Ну ребенок. Грудничок. Пошла одна прищищать его. А другая рядом стоит и видит. Я гляжу, она подбежала вперед к ней. И раз ребенку на руку вот так надела. Или на ножку надела, или на руку, даже не знаю. Стою, гляжу, все. Вот теперь он старобрядец. Теперь можно прищастить ребенка. То есть, понимаете, это фетиш. В него заложено, если вот так оно висит, то можно объяснять. Вот это троица. Теперь объясни о троице. О троице. Это Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой. Учение, приведи места Писания. Этого ничего нет. Здесь те же самые слова Господи Иисусе Христе, Сыне Божий. Помилуй мя грешного. И вот это мя, мя, мя на каждом шагу мякает. И дальше, что заложено, ничего этого на молитве нет. И нельзя этого иметь. Я сейчас вот покажу. То, что я считал полезно. Ты видите, я об этом говорил. Господи, благодарю Тебя, что Ты открылся мне через Библию Святую. Передо мной Библия. Толкование святых отцов. Они это конспектированы. Я их насчитывал. Здесь ничего нельзя ум нигде применить. Дальше. Лесовку зовут мечом духовным. На изгнание мысленных супостатов. А в это время-то саморазмышлять. Вот когда ничего я не делаю, и мыслей никаких нет. Но как только встал на молитву, надо молиться. А то святые говорят, хором на меня все мысли идут. И о чем думать, даже сроду никогда не думал. Это тоже не выполняется. И дальше, смотри. Прочитай, что говорится. Иссуй, Господи, оружие Твое, и заври сопротив гонящих мяг. Сы, души моей, спасение Твое есть масс. Вот, прочитай. И что дальше? Древняя иноческая молитва на ношение лестовки. А я пишу Филиппийцам 4,6. Не заботьтесь ни о чем. Но всегда в молитве и в прошении. Первая часть это просьба. С благодарением. Вторая часть. Открывайте свои желания перед Богом. А третья. Слава от Свои Сыну и Святому Духу. Возвышением. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. У старобрядцев с лестовкой нет мира. Они из-за всего спорят. Из-за лесов, из-за указки. Хор не так, не тем мотивом поет. И это я абсолютно точно говорю. Это говорят старобрядцы, которые там находятся. Вот Андрей Долгов. Это один из лучших, каких я встречал в жизни. Новосибирская церковь. Старобрядческо-Белохреницкого согласия. Приехал в Москву. Помолился там, где поклоны. Начал положил и зашел. И зашел на хор. А мотив не той. В одном месте я это взял. Его сразу выгнали оттуда. И он говорит, да я, иди отсюда. И борода не тронута, иди отсюда. Мира нету. Почему? А потому что мир Божий, когда вот это. Будешь с благодарением открывать свои желания перед Богом. А желание мое спастись. Я просчитал впереди Господи Иисусе Христе, Сыне Божьем. Помилуй меня грешного. И дальше. Символы лестовки и ее духовное значение. Вот она висит. И символы. На, держи. Твоя лестовка. Никуда. И в ней значение. Это хорошо. Это на экскурсии, в музей прийти, объяснять каждую. Сейчас мы увидим. Но когда молятся, тут нельзя это как-то к тому приложить. Но нельзя все время думать, что там заложено. Это невозможно. И я еще ни одного старобрядца не видел, который молился бы и думал, что там заложено. А вот что заложено, смотрите. Лестовка представляет собой замкнутый круг. Символ вечности. Замкнутый круг вот так проворачивая ее до этой щетки. А думаю ли я, что это символ? Никогда не думал ни разу. Просто считаю для виду ее все. А если нету, без нее помолимся. И опять не заботьтесь ни о чем. Ты посчитай сколько раз. Пальцы делай второй раз. Второй палец подгибай. Не дремли. Дальше. Вот лестовка большим. Это из интернета я взял. Вот оно что. Начало этой молитвенной лестницы. То есть протянутой от лопусков. Не лепестки, а лопуски. Пустой промежуток. Вот этот лепесток. Вот эти, которые лепестки. Вот четыре. Это четыре евангелиста означает. А в Евангелии в руках не держали. Не знаю даже. И вот тут пустое место маленькое. Это не просто так. Держи. Это пустой промежуток, с которого начинается наш молитвенный труд. Называется землею. Вот маленько пропущено. Ты землею. Ты думала хоть раз молилась? Нет. А встречала таких, кто думал об этом? Нет, конечно. Нет, конечно. Вот слушай внимательно. Называется землею. Как первый предварительный шаг во всяком духовном делании. И весь лестничный круг глубоко символичен. Он напоминает о высшем мире. Лестовку взял, и высший мир сразу вознесся. Это только для отсчета, не для чего больше. Но так рассказывать можно. Если она лестовка отдельно висит, и никто не молится. Я согласен. Куда потихоньку возводят с каждой пройденной ступенькой своих благочестивых собеседников. Только благочестивые старобрядцы. У нас статья была в Алтайской правде большая. У злого человека голуби не водятся. А я знаю, более свирепых нет, чем старобрядцы. Без поповцев 50 с лишним толков. У одного на Японии голубь изображен на кресте, у другого нет. Уже все, никогда не сойдутся. Дырники. Обязательно должна быть дырка, перед ней молиться. Голбежники. Только спускаться в подвал. Разные названия. Нетовцы, поющие, поморские. Вот теперь смотри. Круг символичен. Типа так. 12 первых малых ступеней говорят нам о 12 христовых апостолах. Ты хоть раз перечислить могла сама? Нет. А 12? А каких 12-то? Ну, выучи один раз. И узнай, что они делали. Дмитрий Ростовского, возьми жития святых. Нет этого, ничего. 12 апостолов. А апостол-то и не знают. Какой апостол что делал? А ты дальше-то перейди. Апостол-то говорил на каком языке? Допустим, первый апостол Матфея. А кто на русский язык перевел? Павский Герасим Петрович. А о нем-то помолитесь. Хвольцем Данил Аврамович. Лавягин. Дальше. Христовых апостолов. Не знают. Последующий отсчет. Слушайте внимательно. 38 малых ступеней символически обозначает пребывание младенца Христа в очреве Пресвятой Богородицы. Ну, в очреве-то. Ну, зачем 38? Он в очреве. Он в очреве находится. Он не родился еще. И вот поднимается по ступеням. Как? Подводит его в последний, последний уже все, уже девятый месяц. Он близко к выходу уже. Я не знаю, что тут. Что думает? Он в очреве. И нет ни молитв об этом нигде нету. А вот 38 раз, и все старообрядцы, 2000 лет. Ну, нигде этого нету. Я стал считать. Посмотри, 38 на 7 получается 266, если это 38 недель. Так, что означает? Разделить на 39, трижды 9, 26, трижды 9, 20, сколько? 27. 27. А у них, получается, 26 не хватает. Христос недоноском не мог быть. Не хватает. И 38 никуда нельзя прилепить. 38 дней она не могла. 38, когда 40. А? 40. Почему 38-то? 38. А две большие, которые там 40, подребавляются к ним. Ты плохо считала. 38. Дальше. Две большие ступени. Дальше. То есть этого нету. Обман. Две большие ступени и заключенные между ними 38 малых составляют вместе 40. Вот оно где 40. Дальше. Традиционное для церковной символики число. Традиционное. Что это такое? Ты знала, что такое 40 тренационное? Нет. Не знаю. Но это мы можем сказать, что такое. 40 дней Христос спастился. 40 дней там где найти. 40 дней можно найти. И какие это? Не знаю. Тоже обман. Следующая затем малая. 33 ступени обозначает годы земной жизни Спасителя. Годы земной жизни. Годы земной жизни. Но так же не бывает. Когда она висит, можно объяснить. Но когда молится земная жизнь, ты должен вспомнить, как ходил, проповедовал. Ты должен говорить, Господи, там бесноватых исцелин, меня исцели. Я как свинья, в которой демоны живут. Без страха уточняют себя. Глаза выкатились от жира. Как свинья стал. Прости меня, Господи. С избыточным весом-то, сжаревших сколько. Вот в эти 33 ступени-то можно вложить-то. И как ты готовился, Господи. Как ты отверг все это. Три искушения, которые Достоевский говорит. Три. В них вложены все искушения мира. Первое-то накорми. Авторитет. Падше, поклонись мне. Вот должен думать в земной жизни. Думать ли, ни одного старобрядца не было и быть не может. Потому что надо кланяться. Кланяться. И думать. О чем думать. Хотя по одному событию. Напиши на бумаге. Вот как я написал здесь. Господи, ты родился. И ты уже сделался беглецом. Бежишь в Египет. Это Златоуст так говорит. И теперь возвращаешься домой. И как ты послушный родитель. В 12-летнем возрасте. Как ты отстал от них в храме. И сказал, я в доме отца моего. А потом из дома отца своего будешь выгонять торгашей. А они понабились там. Ну хоть что-то скажи. 33 года. 33. Ничего этого нету. А последние 17. Это ветхозаветных пророков. Говоривших о Христе. А мы сейчас считали. Сколько их было там? 23. А? 23. Я еще впустил сколько? И впустил. Устанавливаться в 17. Знают они пророков, когда молятся? Да нет, конечно. Это невозможно. Вот если я молюсь, я называю пророков. Я показал. У меня все это вот здесь включено. Все. Я только сказал пророк Михей. Я могу медленно сказать. Его говорят. Скажи как все. Он говорит, что Бог повелит, то я буду говорить. То. Что скажет Бог, то скажу и я. Так. То есть и здесь обман. Обман даже не знает сколько. Пустое место перед лопастками символизирует здесь небо. Там первая земля. А здесь он как дошел, уже на небе старообрядец. Все. Символизирует небо. Дальше. Шесть отдельных больших ступеней, расположенных у версии окрая лопастков. Вместе с тремя большими ступенями лестовки символизируют девять ангельских чинов. Девять ангельских чинов. А ты молись, еще головой крутишь. Девять ангельских чинов. Давайте вот мы посчитаем. Девять ангельских чинов. Где они? Что это означает? Вот я захожу в этот поисковик. Ну, я знаю где, поэтому захожу. Вот. К Кефесянам зашли мы. И тут какая у нас? Вторая глава. Так, где-то тут надо посмотреть. Я же не знаю. Вот так. Сия благодать дана. Где он перечисляет? Апостол Павел. Поставил пророками. Это надо считать. Надо знать. Вот. Силы власти тут это. Перечисляет он где-то. Что-то я плохо вижу, наверное. Ну, сейчас я маленько. Вот здесь начало. Начало. Сейчас я зарядил. И где-то 59. 51. 59. Назад. Там. Начало. Вот. Понимаешь как? Не сразу-то найдешь. 48. Не вижу. Плохо вижу. Я бы сразу нашел. Вот так. Вот так. 1.21. Вот он как раз и говорит. Воздействовал Христос так. Мертвых воскресил. Посадить на небесах. Превыше всякого начальства. Власти с большой буквы. Силы. Господства. Сколько получилось? 4. Дальше мы считаем. Ангелы. Архангелы. Херувимы. Серафимы. Начало. У меня получается 8. Где-то что-то упускаю я. Ну, ладно. Допустим, они знают. Старобрядцы знают это. Эфесянам 1 глава 21 стих. Нет, конечно. Тут даже гадать не надо. Дальше. 9 чинов. Об ангелах-хранителях. Постоянно поддерживать людей на долгом и многотрудном подъеме. Замкнутый круг ступеней напоминает о непрестанной молитве. Там о вечности, а теперь уже о непрестанной молитве. 4 треугольника. 4. В честь Святой Троицы. Лопускистин сделает 4 евангелистов. Там троица внизу. А это 4 лепестка вот эти вот по сторонам вот эти сшитые. Держи-ка. Видишь, она как бисеринками все это сделана. Так. Обшивка вокруг лепестков. Евангельское учение. Обшивка. Вот она вокруг. А вот там вот еще внутри. Это евангельское учение. Библию нельзя читать с ума сойдешь. Это старобряческое. Неоткуда-то это пришло. Это как у православных. Бей жидов, спасая Россию. Это черносотенное. Так и здесь. Евангельское учение. Так а почему его не знать? Вера от слышания, а не от лестовки. А слышание не то, что заложили в нее. А зачем Евангелие, когда вот оно напоминает. Четыре лепестка лопастка еще. Даже не знаешь. Зачем? Евангельское учение. Внутри между верхними лопастками вшиваются семь небольших лоскутков или бусин передвижек по числу семи церковных таинств. Там внутри вшито. Ты знала это? Знала. Мне говорили как раз. Говорили. А почему не объяснить каждое таинство? Одно крещение только сколько займет. Что такое причащение, рукоположение, священство? Ничего. Дальше. Виды лестовых. Мужские есть и женские. Праздничные и повседневные. Вот Библии-то нет. Сколько пришлось вместо только Библии дать. А в это время человек бы считал Библию. Узнавал бы сколько пророков, как зовут они. Внешняя сторона лопастков может иметь красивую отделку. Для мужской лестки типичные темные цвета. С высшими начальными буквами он и ангелистов. А для женщин более яркий, нежный цвет и узорная бисерная вышивка. Посмотри. О! Все здесь тебе. Вся Библия. Все. Все здесь есть. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве благодарением. И дальше. Посмотри. Вот оно как тут. Старая книга. И они светастые, светленькие такие. Как молиться по лестовке. Лестовку принято держать в левой руке, перебирая ее ступеньки от земли к небу. Пальцы при этом нужно складывать так же, как и при ограждении себя крестным знамением. Да, я так понимаю. Как покажи. Я так. Вот так два отделили. Эти три рядом здесь находятся. И один шевелит. Ну, не так, как на молитве-то. Ну, похоже хотя бы. Дальше. При совершении великих поклонов, то есть в землю, аккуратно сложенную лестовку складут на подручник между сложенными вместе, как домиком, двумя полусогнутыми ладонями. Вот так вот, чтобы. И опять я пишу, не заботьтесь ни о чем, но в молитве открывайте свои желания. Теперь смотри. Лестовка. И у меня как буква Л, крючок, и туда как-то протянули лестовку, висит один молится, ему уже все равно. А тут, и это 109 ступенек, 4 лопуска, счет вести молитвам, приструнить озорника. И вот он держит за ухо, тащит озорника, тот в поиске, и лестовкой дерет его. А лестовка-то бывает с какими это? Больно, значит, будет. Вот он его учит. Ну, и правильно, учить надо. Павла Воронина, да, лубок, лубок. Теперь основание лестовки, чтобы легче было сосредоточиться на словах молитвы и знать точный счет своего правила. Молитвы Иисусовой. Вот я показываю здесь, и дальше просто протянул. Посмотрите, сколько. Это все описание. Но не Евангелие, Евангелие не-не. Притом ни одного слова Евангелия нету. Слово Библии ни разу не встречается при пояснении. Это старобрядка, это старобрядка крепкая. Вот я так протягиваю все. Это смотрите. А я опять пишу. Не забудьте снящим. Сколько раз я уже сказал. Ну, маленько-то ободрись. Ну, что ты прям плывешь-то? Лестовка в руках и спишь. Дальше. Говорили светлятцы, что молитва это окно в небо. Чем больше усердней молится человек, тем больше. Ну, правильно. Ну, как? Семь вшитых передвижек на наши видимые помощницы проводите к невидимому миру. Молитвенные лестовки предназначены также и к напоминанию об принятом христианском правиле. Обязывающие нас на каждый день вычитывать до семи сотен Иисусовых молитв по лестовкам. Семикратно. Ну, похоже. Но она не говорит, что из Библии взято. Псалом 118 и 164 стих. Дальше. До десяти сотен. Великие поклоны. А вакуум, как говорил, сколько молился. Сколько он молился. Хочешь ли слушать, и как у меня бывало, и когда вечернюю, спа вечернюю, отпою, паки, начиная начало правилу поклонному. И проговоря верую, и огонь погасся, а погасим, да и я, и жена, и иные охотники, ну, уже перед Христом кланяйтесь, а в потемках тех. Я 300 поклонов, 600 молитв Иисусовых, да 100 Богородицы, а жена 200 поклон, да 400 молитв, понеже рабятка у нее пищат. Это из послания Борису и прочим рабам Бога Вышнего. Письмо датируется, предположительно, 1681 годом. И, Даша, внимательно смотри. В полу иконах. Тут отличие лестовки отчеток. Я пишу, не заботься ни о чем. Следует отметить, что лестовка сама по себе имеет достаточно сложную, трудоемкую конструкцию. Вот так. Сугубо благоговение запрещается изображение креста и на самих лестовках. То есть вот здесь вот нету там креста. А почему? В лопастках. Чтобы при совершении поклонов не опрокидывать крест и не допускать возможности соприкосновения его с землей. Дальше не заботьтесь ни о чем. А сам крест стоял на земле. И когда несли, падал и опрокидывался. И нашли его лежащим. Но ничего не сходится. А вот здесь, который крест, он только напоминает. Не тот, на котором распяты. И то его лодочкой руки сложить, в руке его. Ну какой же это уровень? А главное проповедь у старообрядцев за 362 года по сегодняшний день. 362 года, как старообрядцы отделились в расколе. И что? За это время? Новые молитвы составлены? Нет. Евангелие издали хотя бы один раз на русском языке? Нет. Перевод сделали? Нет. Благовестники были? Нет. Миссионеры? Ни одного за 362 года. Ни одного. Ни одного. Просто ободрись. Сотвори молитву. Господь да подаст силу крепость выслушать. Я говорю не просто так. Это такая глубокая яма, из которой не выйдешь. И голубей никогда не держат. У злого человека голуби не водятся. У меня сестра старообрядцев. Я говорю, ты поищи у старообрядцев. Два года искали, нигде нет. Наконец говорит, в Красноярске у одного старообрядца голуби есть. Я говорю, да он наверное недавно пришел. Ну да, недавно он пришел от Никоньян. Так он любит голубей-то оттуда. А у нас, говорит, когда храм строили в Новосибирске, голуби прилетали, даже бабушки камнями кидали в них. В голубей. У злого человека голуби не водятся. Вот. К слову сказать, у меня три голубятни. И даже в комнате зимой, с января месяца, опять голуби быть. Маленькие голубятни. Вот как делать это. Вот. Что, какой инструмент надо. Нигде не призывается к тому, чтобы считали, знали Евангелие. Исследуйте Писание. Не лестовку. Ибо через них вы думаете, ведь жизнь вечную. А они свидетельствуют о мне. Иоанна 5,39. И все это заблуждение. Что так надо только молиться. Матфея 22,29. Заблуждаетесь, не знания, Писания, не силы Божии. А лестовке нет ни одного слова. Ни у святых отцов, ни у кого нету. Дальше. Я не против лестовки. Ну, вот. Четко у меня-то. Это весь мир захватывает. Как монахи. Мы молимся за весь мир. А я молюсь за кого? За воробьев. Поэтому их кормить надо. Они не работают. Молятся за весь мир. А я молюсь ночью за кого? Я поминаю всех правителей. Путин поехал в Японию. А я усиливаю молитву, чтобы покушения не было на них. Чтобы мир был в Израиле, в России, в Украине и Сирии. Перечисляю правителей. Они знают Ардагена. Дональда, Рамзана, Амана, Тулеева. Я за них молюсь. За них, да еще сколько других. На все события. Ежедневно молюсь за Папу Бенедикта и Франциска. А они знают это? Да нет, конечно. И как делают лестовки дальше? Не как печатают Библию. Как начитывают ее. Ничего нельзя сделать. Вот они делают. И как для лилопоскопа употребляют жесткий картон. Который обклеивает сверху кожей или цветной тканью. На внешнюю обшивку для прочности лучше всего использовать кожаный материал. По возможности лопоски богато украшают бисером, пайетками, золотой нитью. Вот они, нитки у них. Тут все, тут есть золото. И заметьте, человек делает, она приспособится, всю жизнь делает. Библии в доме нету, вообще нету. Тем более на русском языке. Нету. Даже у новообрядца православных, где в Алтайском крае, тут чудотворная икона, Карабейниковская. И мы в Карабейнике поехали туда. Ну, допустим, не знаю сколько, 300, 400, 500 домов. Два Евангелия только нашли, Библии не одной. Молитвы, сонники, там что угодно. И дальше, не заботьтесь ни о чем. Дальше о молитве Иисусовой, Полестовке. Что такое? А вот самое главное, есть мнение, что в малых словах этой величайшей по духовной своей силе молитве, Иисусовой молитве-то, заключается все евангельское учение. В Господе, признание Господа, Иисусе Христе родился, Сыне Божий, что Он Сын Божий, помил у меня грешного, тоже есть. Все хорошо, заключается, но теперь поясните, человеку, который не знает. То есть всю Библию вложили в одну молитву. Ну, ты сказал дальше-то, Господь, дай мне познать бытие сотворения мира. Господи, а как жили цари? Слава тебе, ты все-таки нашел избранников, родословных Христа, встречаются четыре праведных. А остальные враги-злодеи, убийцы. И однако не помешало родиться от этого. Ты, Господи, 5508 лет приготовил золотой сосуд Деву Марию. А сколько же на Деве Марии? Сейчас католики, там, бессеменное зачатие. Здесь Божья Матерь выводит из ада. Паисий Великий выводит, там, беспокаянно умерших. Обман. Сто процентность. Как полагать крестное знамение при сотворении молитвы Иисуса? Возлагаю руку на щело, лоб. Говорят, Господи, полагаю на живот Иисусе Христе. Иисусе ядной. На правое плечо Сыне Божие, то есть вознесся Одесную. На левое плечо, помилуй меня грешность. Чудесно. Вот это правильно. Такое указание содержится в книге старчества церковь 1913 года, номер 19. И вот теперь, какие молитвы, кто говорили, какие святые, что-то подобное. Святые, это отцы говорили не о том, что вы заложили туда. И опять, не заботьтесь ни о чем. Кто это написал? И на Кине Ливия, село Русская Тавра. Не заботьтесь ни о чем. Но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания к Богу. Вот мы посмотрели, и какая огромная, несовместимая по размерности разница, дай-ка сюда, между тем, что заложено здесь, в Лестовку, и вот обыкновенные бусинки. Я взял, там, допустим, сухой горох, ну такой еще, а он высох, назернул его, а между ними большие бобы, бабышки. Засохло все, пожалуйста, молись. Вообще никакого времени тратить. Ну, крепкая нитка должна быть, там, капроновая или какая. Все. Вот делай себе выбор, как молиться, о чем. Все на этом. И Лестовка не помогает, все время спите. С Богом.